Добрый день, друзья! Сегодня хотел бы показать просто как можно перед первым полетом сделать симуляцию полета с помощью программы DJI GO. Итак, перед нами экран точно такой же экран, как мы видим его в полете, но при этом слева карты не загрузились слева внизу, потому что я нахожусь дома в помещении, то есть gps как бы не ловит. Хотел бы показать в принципе что программа DJI GO способна делать симуляции до полета. Для того чтобы сделать симуляцию нам необходимо как бы подключить все оборудование, включить фантом, без винтов, без ничего, просто включить батарейку для того чтобы была связь. В принципе, если бы я снял сейчас чехол с камеры, то мы бы видели, что камера снимает. Итак, давайте посмотрим как это все-таки делается. Значит, мы выходим из камеры и вот на этом экране справа вверху у нас есть вот такой вот значок. Сейчас он его нажал. И здесь есть опция симулятор, верхняя опция. Заходим в опцию симулятор и мы получаем точно такой же экран, как был перед этим. И здесь уже камера загрузилась карта. Мы видим букву H внизу. Это значит, что Home Point определена. Вверху Safe to Fly. То есть и 10 спутников GPS у нас подсоединены. Теперь, то что нам осталось, это как завести двигатель у фантома стиками на аппаратуре. Вот так вот. То есть полная имитация полета, как будто мы с вами находимся сейчас где-то в поле, да? Стик вверх. Кантон взлетел. То есть мы можем даже управлять камерой. Вот мы поворачиваем камеру. Сейчас я попробую. Нет. Камеру управлять нельзя, к сожалению. Давайте полетим куда-то вперед. Слева мы видим на карте, мы видим, сейчас я еще немножко вверх поднимаюсь, мы видим на карте маршрут полета. И вот мы улетели. То есть у нас сейчас высота 13 метров, дистанция около 120 метров. Уже 150, 160. Ну, вот я сейчас все руки убрал. То есть мы видим внизу на карте букву H, стрелка и красная указано направление полета, куда мы с вами улетели. Фантом висит вверху, 56% заряд батарейки. И при этом мы с вами можем просто лететь, скажем, влево, лететь, повернуть экран, повернуть камеру, простите, повернуть сам фантом. Обратите внимание, как крутится красная стрелка на карте, да? Вот, то есть мы можем лететь куда угодно. Еще наберем немножечко высоты. И, в принципе, полная имитация полета. Сейчас фантом вне поля зрения. То есть он уже улетел от нас на 400 метров, скажем. Давайте еще наберем высоту. Ну, скажем, вот высота примерно около 120 метров, 115. Улетели мы на 5 километров, простите, на 700 метров дистанция, да? Вот, то есть мы можем сейчас оставить все стики, можем включить камеру для того, чтобы она началась снимать, можем включить фотоаппарат для того, чтобы начать снимать. То есть полная имитация полета, да? Теперь мы можем вернуться в нашу HomePoint, развернув фантом на 180 градусов и продолжить лететь в сторону нашего HomePoint. А можем сделать и нажать на точку возврат домой. Давайте попробуем нажать на возврат домой, для того, чтобы понять, как же, в принципе, отработать. Вот я нажал на точку. Программа спрашивает, на какую лететь точку, то есть на задную, я говорю, на оригинальную. И мы должны провести... Должны были сделать флэш такой пальцем. Слышно звук аппаратуры, звук, который сообщает о том, что фантом летит домой. Заданная высота, на которую фантом должен прилететь, насколько я помню, у меня 50 метров. Вот я не знаю даже в процессе сейчас возврата домой, можно ли проверить. Посмотрим. Да, вот 50 метров возврат домой, то есть он должен будет сейчас начать снижаться. Дистанция сокращается. Мы видим, что дистанция уже 180 метров. Легит он к нам со скоростью 10 метров в секунду. Ну, замечательно. Сейчас он находится над... Над... ...хомпоинт. И сейчас он должен будет начать снижаться. То есть вот сейчас дистанция 0. Сейчас фантом должен начать снижаться. Мы видим, что высота сокращается. 90 метров, 85 метров, 70. Фантом снижается. Мы пока его визуально не видим. Вот уже меньше 40 метров, 35 метров. И я бы хотел в этот момент, куда он приходит, примерно находится на высоте 20 метров. Я отменяю команду возврат домой. Так. Вот я отменил эту команду. Теперь я бы хотел просто посмотреть вокруг. Вот видите, красная стрелка крутится. То есть я не вижу просто вот именно землю. Как мне сделать так, чтобы видеть землю сейчас? А, вот фантом уже, кстати, виден. Давайте продолжим снижаться в ручном режиме. Вот я его опускаю. Вот мы видим фантом, да. То есть мы сейчас должны уже увидеть землю. Видимо, нельзя больше никак, никаким способом увидеть землю. Кроме как вот дойти до такого уровня. Теперь, друзья, что интересно здесь. Здесь мы можем покрутить фантом. Вот мы видим, да, крутится в эту сторону, в любую сторону. То есть стиками мы его крутим. И здесь очень неплохо отрабатывать именно посадку. То есть аккуратно. И команды, которые мы делаем стиками, они очень послушные. То есть стики очень хорошо сделаны. Так что малейшее нажатие, вы видите, и фантом просто отлетает, как сумасшедший. Давайте попробуем потихонечку его еще садить. Буквально еле-еле я делаю движение. Сейчас будет видна его тень уже. Вот видно, да, тень на земле. То есть это означает в том, чтобы я не попадаю на место посадки. Немножечко пролетим вперед. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Оп. Делается чуть-чуть, а улетает он хорошенько. Так, и пробуем еще раз садиться. Буквально над землей еще немножечко зависаем. И стик опускаем полностью вниз. Очень мягкая посадка у нас произошла. Двигатели, как видим, выключились. И вот таким вот образом можно делать симуляции в фантоме, друзья. То есть я очень советую тем, у кого нет опыта полетов. И я и сам с этого начинал, в принципе. В общем, тем, у кого нет опыта полетов, несколько раз потренироваться. Шум, который вы слышите сейчас в кадре, это шум от самого фантома. Гудит мне здесь. Даже не обратил внимания сначала. Можно было дальше поставить. Ну, не важно. Я думаю, что очень полезно потренироваться, посмотреть. Функция, в принципе, очень нужна, я считаю. Молодцы, DJI, что сделали такую вещь. Все, друзья, всем спасибо, всем пока. Бай-бай.